А иголочка 36, да? Да, обычно она 3 на 13. Две иголочки, потому что, ну, как правило, мне хватает одной иголочки. Если я чувствую, что затупилась уже, вот, то есть, долго, да, тогда надо поменять. А когда начинаем работать, первая процедура, кожа, если не избалована, да, и дефицит есть, всегда вы не испытываете никакого сопротивления, то есть на мягко-мягко уходит, то есть проваливается. На вторую-третью процедуру даже пациент говорит, я чувствую, с каким усилием, было более плотно, с каким усилием уже в эту иголочку туда вводите. И давайте договоримся, что биоревитализация – это форма в шприцах. То, что во флаконах, двухпроцентная, полуторапроцентная, это миостерапия, это не стимуляция фибровластов, это увлажнение. Как вы себя чувствуете? Все хорошо, даже не больно. Тренировались уже. Какая у нас процедура, напомните, третья? Ну, у меня была в январе, а потом вот 25 марта и вот сегодня. И 30 микронитм. Вот высокомолекулярная гиалуронка, она обладает противовоспалительными средствами. Любая гиалуронка. В каком смысле? Вот если есть какие-то воспалительные элементы, это будет лучше, застойные пятна, вот эти вторичные, это будет лучше. Более того, если пациент пришел к вам и говорит, вот я не понимаю, заболел я или не заболел, то есть есть какой-то протромальный период, то РВИ, это пойдет на противовоспалительный эффект. Любая гиалуронка. А воспалительные элементы такие вот глубокие, вокруг можно обколоть мелкопапульно? Обколоть, да. Можно близко, да, к ресничному крови? Можно близко. Можно близко и грыжа не является противопоказанием. Да, нужно предупредить, что вода притянется, на первом этапе будет хуже. А дальше кожа просто будет плотнее, надо держать этот грыжевой мешок будет лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...